Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вот пропавшая чемпионка по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева поругалась с тренером, пошла на набережную около Владимирской церкви и пропала. Стало известно, бабушка сказала, что тренер запрещала общаться с мамой и, собственно говоря, с бабушкой. Говорила о том, что для того, чтобы стать чемпионкой, не надо общаться ни с мамой, ни с бабушкой, ни с папой вообще ни с кем. Жесткий тренировочный процесс. И вот стало известно о том, что ее преследовал мужчина, девочки, которые с ней тренировались. Почему-то в СМИ пишут «сталкер». Я, правда, не знаю, что это такое «сталкер». «Сталкерил», они говорят. Он ее сталкерил. Что это такое «сталкерил»? В общем, куда она пошла, там расположены еще вагончики рабочих. Там несколько стройок идет недалеко от этого места. Собака понюхала носки беленькие, но это неизвестно, ее или не ее пошла в лес. Вы знаете, все-таки я хотел бы еще раз сказать о том, что преследовал мужчина. Девочки это видели, собственно говоря. Любому человеку, который с нездоровым мозгом, может подойти. Арена. Девчонки идут, собственно говоря, с вот этого спортивного объекта. Недавно какая-то известная фигуристка рассказывала о том, как она занималась. Я не помню, то ли Алина Загитова, по-моему, это было. Она сказала, что она занималась, из катка шла домой. И вот самое страшное в занятиях было, дорога домой. По-моему, она это рассказывала. Дорога домой, потому что она говорит, я шла одна, а заканчивали поздно, собственно говоря. И один раз она, по-моему, тоже рассказывала, что какая-то машина остановилась. И ехала параллельно с ней, и там, что ей девушка, девушка там садись, и, собственно, ничего не меняется. Но если вот это спортивный объект, если там занимаются девочки такого возраста, 16 лет, если это все-таки уже чемпионка России, как ни крути, среди юниоров, не юниоров, но это чемпионка России. Ну, можно же, как мне кажется, обеспечить какой-то вот... Кто-то пишет сейчас, в общежитии еще хуже у тренера. Я не говорю, что общежития в понимании таком, что там все на ушах стоят. Нет. Вот, например, в Красногорске для гимнасток сделана шикарная школа Виннер, да, где там общежитие, это, я не знаю, это гостиница какого-то просто абсолютно высочайшего класса. Да, я имею в виду вот этого. То есть, те дети, которые уже чего-то добились, вот она чемпионка России среди юниоров, понятно, что она может пойти выше, можно выделить ей место, что называется, чтобы она там находилась. Также можно транспорт какой-то предоставить, собственно говоря, с этой арены, чтобы она пешком одна не ходила, потому что нездоровый человек, например, стоит видеть, что девочки ходят каждый день туда-обратно, туда-обратно, вечером идут. Но, естественно, собственно говоря, все возможно, да. Они говорят, что когда шли, вечером видели одного и того же мужчину, который их преследовал, ее преследовал, они говорят. Теперь строительные вагончики рядом, там еще что-то. Вот она вышла, спокойно пошла там куда-то. Но если это спортивный объект, она зашла, отметилась, все. Выйти она оттуда не может одна. Выйти она может только в 16 лет для того, чтобы сесть в транспортное средство, автобус и доехать до соответствующего общежития. Все. В случае, если, например, на нее что-то нашло, она не хочет дальше тренироваться, или хочет подышать воздухом, или ей все надоело, звоним родителям, приглашаем родителей. Родители заходят в охраняемое общежитие, разговаривают с ней, передают из рук в руки. Она несовершеннолетняя, 18 лет нет. Идите погуляйте на речку, идите пообщайтесь, идите поговорим. Не хочешь видеть родителей? Психолог, педагог-психолог находится здесь же. То есть, жесточайший контроль от А до Я. Понимаете, что ребенок не может выйти с спортивного объекта. Он до 18 лет несовершеннолетний. Он должен находиться из рук в руки. Из рук в руки. Вот это мое мнение такое. Потому что пока этого не будет, мне кажется, что вообще чемпионка России среди юниоров поругалась с тренинером, пошла на набережную посидеть у Владимирской церкви. Никто ничего не смотрит вообще. Где, кто, что. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии, описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости в формате 24 на 7. И внизу ссылочка на мои социальные сети ВКонтакте. Одноклассники запрещены на грамм. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.